В Тверской области работает система социального контракта, которая помогает людям трудоустроиться, создать или расширить свой бизнес. Эта мера господдержки предусмотрена для семей с низким доходом. О возможностях социального контракта расскажем в нашем сюжете. Приобрели фрезер Макита, поставили его во фрезерную столу. Молодой предприниматель Егор Борисов рассказывает, какое оборудование для своей столярной мастерской он закупил, заключив социальный контракт по направлению «Предпринимательская деятельность». Выплата составила 250 тысяч рублей. Деревянные предметы интерьера, посуда, садовый инвентарь – благодаря соцконтракту бизнес понемногу расширяется. Процесс подачи документов оказался простым. Мы писали огромный бизнес-план, а оказалось, что нужно всего 4 листа. Оказалось, проще, чем мы думали, в принципе. То есть вы посоветуете людям, которые вы хотите? Безусловно, дерзать, дерзать, только дерзать. Полезная штука для расширения бизнеса, начало своего какого-то дела. И если это есть, почему бы этим не пользоваться? Здесь в Центре соцподдержки населения на Склясково, 48, заявителям, которые попадают под категорию малоимущих, подробно расскажут, какой пакет документов нужно собрать, чтобы получить социальный контракт. Эта господдержка предусматривает и обучение. В рамках соцконтракта мы ему выплачиваем до 30 тысяч рублей, чтобы поднять квалификацию, повысить свой опыт, получить права и так далее. Далее он сможет уже с учетом этих корочек пойти и трудоустроиться. Людмила Либерова узнала о социальном контракте из интернета и решила им воспользоваться, чтобы найти работу. Параллельно встала на учет в Центр занятости. Это обязательно условие для участия в программе. Здесь же нашлась свободная вакансия. 10 числа я уже устроилась сюда, работаю. И вот у меня три месяца будут оплачивать по госконтракту 12 тысяч. Конечный результат социального контракта для каждого заявителя – заключение трудового договора или выход на самообеспечение в случае открытия своего дела. Подробную информацию по всем вопросам можно уточнить по телефонным номерам, указанным на экране.